перелет из москвы до владивостока длица 8 часов а вот страдания которые возникает от смены часовых поясов могут длиться несколько дней нарушения сна расстройство пищеварения ужасная производительность и нестабильное психическое состояние вот все то что ждет вас по прилету ой да это все фигня, я вообще ничего не чувствую, у меня совершенно нет джетлага. Так думал я и говорил, когда мне было 20 лет, а сейчас мне 29, и я уже чувствую первые звоночки. На самом деле джетлаг не пощадит никого. Почему? Вы узнаете буквально через пару минут. Но чем старше, тем все труднее и труднее вы будете переживать это состояние. Конечно же, в интернете вы найдете просто массу статей о том, как побороть джетлаг, и в некоторых из них даже предлагают светить себе фонариком под коленку. Но если что-то реально работающее, или единственный выход из всей этой ситуации, это не летать совсем. Меня зовут Иван Меренков, я настоящий ученый и отвечаю на ваши вопросы. Сегодня поговорим о том, как побороть джетлаг. И прежде всего нам нужно разобраться, а что же такое джетлаг? Все просто, джетлаг это несоответствие внутренних ритмов организма в внешней обстановке. Я уверен, что каждый из вас слышал про циркадные ритмы. Это своего рода внутренние чисты нашего организма, которые управляют сном и бодрствованием, и другими разными процессами, которые протекают внутри нас. Но здесь есть одна тонкость. Дело в том, что цикл наших внутренних часов, он составляет 25 часов, а в сутках, как мы знаем, 24 часа. То есть, если мы возьмем человека и закроем его внутри темной пещеры, то он будет там себе вполне нормально существовать. Но его сутки, то есть сутки по его собственным ощущениям, будут длиться гораздо длиннее, а именно на час длиннее, чем сутки, которые будут снаружи пещеры и которые будут определяться с помощью солнца. И чтобы каким-то образом ликвидировать эту несостыковочку, наш организм вынужден постоянно синхронизировать наши внутренние циркадные ритмы с внешней обстановкой, то есть солнечным циклом. И если организм этого делать не будет, то, например, наше время отхода ко сну будет постоянно сдвигаться на час вперед. Если сегодня мы будем засыпать в 11 часов вечера, то завтра мы будем ложиться уже в 12 и так далее, потому что по нашим собственным ощущениям в сутках у нас будет 25 часов. Основной ориентир для нашего организма, как вы наверняка уже догадались, это свет. И за это отвечают специальные клетки, которые располагаются внутри нашего глаза. Они не отвечают за зрение, а они только улавливают свет и отправляют сигналы об этом вот сюда. Именно поэтому, собственно, из-за того, что эти клетки существуют, даже слепые люди обладают вполне нормальными циркадными ритмами. И как раз таки джетлаг возникает тогда, когда наблюдается расхождение наших внутренних часов и внешней обстановки, то есть солнечного света. Например, наши внутренние часы показывают, что сейчас час ночи и нужно уже как бы ложиться спать. Но клетки из глаз, они посылают информацию и говорят, слушай мозг, да сейчас очень светло, сейчас явно не час ночи. Конечно же, наш организм пытается всеми силами скорректировать эти несостыковки, но, к сожалению, сделать это быстро он не может. И в итоге мы получаем весь спектр проблем, которые я перечислял в самом начале. Естественно, чем старше становится организм, тем хуже и медленнее он подстраивается под все эти изменения в внешней обстановке. Но теперь-то мы знаем механизм возникновения этих проблем. И, соответственно, мы можем подумать и придумать какие-нибудь выходы. Ну, а можем не напрягаться и просто посмотреть, что нам предлагают ученые. По сути, есть только один доказанный способ, который поможет облегчить или даже полностью предотвратить все эти проблемы от смены часовых поясов. Это, конечно же, заранее подстроиться под новое время или хотя бы приблизиться к этому времени. И здесь важно понимать, что при джетлаге в среднем организм отыгрывает 1 час от сдвижки часовых поясов за сутки. То есть при перелете из Москвы в Владивосток, чтобы полностью восстановиться, потребуется примерно около недели. Но можно за несколько дней до вылета каждый день на полчаса сдвигать время отхода ко сну. В какую сторону сдвигать зависит от направления полета. Так, например, если вы летите из Москвы на восток, то есть практически в любой другой город нашей необъятной родины, то сдвигать нужно на полчаса раньше каждый день. То есть приближаться к восточному времени. Так, например, если вы готовитесь к перелету за 4 дня и обычно ложитесь в 12 часов, скажем, то в первый день вам нужно лечь в 11.30, во второй день в 11, потом в 10.30 и в последнюю ночь перед днем вылета вам нужно лечь уже в 10 часов вечера. Таким образом вы еще до перелета отыграете 2 часа. Вообще есть целый онлайн-калькулятор. Ссылку на него я оставлю в описании, где можно вести время рейса, во сколько вы обычно ложитесь спать, сколько дней у вас на подготовку. В общем, заполнить все данные и тогда он вам выведет подробное расписание на каждый день, что и когда делать. Во-первых, там будет время, когда нужно ложиться спать и там будут не только дни до перелета, но и также дни после перелета. Вторая фишка этого калькулятора в том, что он показывает периоды времени в течение суток, когда нужно находиться при максимальной освещенности или наоборот при полной темноте. Эти периоды, они дополнительно помогают организму быстрее адаптироваться и перестроиться. Хоть этот метод и немного замороченный, но это действительно научно доказанная методика, которая позволяет полностью избежать джетлага, ну или хотя бы облегчить его последствия. Второй действенный инструмент, который работает уже на более быструю перестройку после того, как вы прилетели и у вас, собственно, случился этот джетлаг, это мелатонин и кофеин. Как вы знаете, мелатонин это гормон, который естественным образом вырабатывается у нас в организме перед сном. Собственно, когда нужно перестроить свой ритм, например, если вы понимаете, что по местному времени скоро уже ложится спать, а ваши внутренние часы еще даже и не собираются этого делать, то можно за пару часов до желаемого времени отхода ко сну принять мелатонин. Когда мы добавляем мелатонин извне, то мы как бы говорим и командуем нашему организму, что пора бы идти на боковую. А вот уже утром при джетлаге для того, чтобы лучше проснуться и быстрее растормошить свой мозг, можно уже и принять кофеин. Однако здесь есть два но. Первое но это то, что кофеин, если у вас нет джетлага, то применять кофеин утром на самом деле довольно бесполезное занятие для того, чтобы проснуться об этом. Я рассказывал в видео про кофеин, оно появится где-то в правом верхнем углу и будет еще в описании ссылочка. И второе но. Мелатонин и кофеин нужно принимать при джетлаге всего лишь 2-3 дня. И то, их дозы должны каждый день уменьшаться и уменьшаться. И также еще эту искусственную перестройку не рекомендуется проводить чаще, чем 1 раз в месяц. Ну и в завершении несколько полезных советов, которые помогут вам при долгих перелетах. Во-первых, никакого алкоголя и кофеина до и во время полета. Да, алкоголь, он успокаивает организм и помогает лучше уснуть. Но при этом ухудшается качество сна. У меня на канале есть также ролик, как влияет алкоголь на организм. Поэтому я рекомендую ознакомиться и с роликом про кофеин и про алкоголь. Также там еще и про похмелье рассказывается. Как от него избавиться и как его не получать. Поэтому смотрите, все будет в описании. Ну еще и правый верхний угол, это где? Тут или вот тут? Второе. Если вы летите днем, то старайтесь не спать. Для того, чтобы ваш организм сохранял контакт с окружающей обстановкой и солнечным светом. И третье. Старайтесь пить больше воды и есть более легкую для усвоения и переваривания пищу. Особенно на ночных перелетах. Кстати, если вам нужно взбодриться и на продолжительный срок отогнать сонливость, то лучше всего подойдут какие-нибудь несложные физические упражнения, типа приседаний или же короткий там 15-20 минутный сон. Спасибо вам за лайки, комментарии и вашу финансовую поддержку. А еще на днях я провел голосование в сообществе на ютубе для того, чтобы выбрать тему для нового ролика. И там большинством определились, что будет тема про то, как работают антиперспиранты и дезодоранты. Собственно, скоро этот видеоролик появится тоже на канале. И заглядывайте почаще в сообщество, там иногда будет такое появляться, но чаще это будет появляться для тех, кто оказывает финансовую поддержку моему каналу. Все, всем спасибо, до встречи через неделю, пока! Субтитры сделал DimaTorzok